Ариуэла Коста Это строительство не просто жилых комплексов, а именно облагораживание этих комплексов Они строят не только дома, они делают красивые сады, хорошие парковки, красивые парки, зоны отдыха, гольф-поля Самое важное для недвижимости, и больше всего пользуется спросом та недвижимость, у которой есть бассейн, у которой есть сауна, у которой есть спортивный зал, у которой есть свои парковки И это все входит в стоимость недвижимости, когда человек покупает, а самое главное, он может ее использовать Получается, человек приезжает как в пятизвездочный отель У него есть все, как в пятизвездочном отеле, а это его квартира Приятные глазу места и все же, когда строят так много, вопросов появляется не меньше Кто будет покупать и как выбрать среди огромного числа предложений? Принципиальное отличие одного комплекса вилл от другого, в чем оно может заключаться и на что должен ориентироваться потенциальный покупатель, сравнивая одно и другое? Немаловажный фактор, какие виды открываются с какого-то комплекса Комплекс закрытого типа или нет? И непосредственная близость инфраструктуры, это супермаркеты, магазины, автобусные остановки, больницы Тоже очень важно и влияет на стоимость недвижимости Где мы сейчас находимся, это спальный район Хорило Коста Соответственно, здесь инфраструктуры мало Ближайший супермаркет и торговый центр от нас здесь метров 800 А обычно это 400-500 метров в любую сторону, в обычном центре города, скажем так Ну, как мы с тобой смотрели некоторое время назад, в принципе, это очень важно И ты говоришь, что это вот как раз ключевой момент и показатель для развития района Если строители думают не только о жилье, но и об инфраструктуре Как вы поняли, здесь нас прервал телефонный звонок Может и к лучшему, мне вспомнился наш другой диалог в этом же месте Чем они вообще все отличаются? А почему мужчина один выбирает одну женщину, а другой другую? Потому что нравится, это по душе, наверное, потому что Философствуешь, то есть это вопрос уже скорее нравится, дизайн, расположение Обычно это дизайн и потом уже после дизайна обращают внимание на техническую часть Хотя, в принципе, все строительные компании строят одинаково и комплектуют дома практически одинаково То есть, в общем, примерно одно и то же, но есть просто какие-то нюансы Нюансы дизайн, есть теплый пол или нет теплого пола, такие вот моменты А еще немаловажно, есть ли какие-то виды из данного комплекса Если комплекс находится на холме, виды открываются лучше Здесь можно увидеть озеро соленое наше знаменитое и море можно увидеть С этого дома видно только озеро Вид есть плюс 15 тысяч Плюс сразу 15, бывает и больше Ну, ты говоришь, вот из этого места 800 метров до ближайшего магазина Но, по большому счету, это случай для нынешнего Ройла Коста нетипичен Потому что, ну, в целом здесь стараются соблюдать этот баланс между жилым и коммерческим Обязательно, конечно, но это больше зона для постоянного места проживания Эта территория такая Основные покупатели в данном районе – Северная Европа Это, как я повторюсь, шведы, норвеги, бельгийцы Немцы сейчас активно начали покупать И удивительно, в последнее время активизировались поляки А зачем они это покупают? Ну, все-таки, согласись, инвестиционные перспективы То есть перспективы, скажем так, сдачи в аренду У этих вилл не столь однозначно До моря далековато И если я приеду сюда на две недели, я, наверное, здесь прямо жить не захочу Если говорить конкретно, допустим, об этой вилле Я эту виллу продавал моему клиенту для того, чтобы он постоянно проживал Потом однажды мне сказал, сказал, Александр, хочу, наверное, сдавать Я говорю, ну, я бы тебе предложил, если сдавать, немножко ближе к инфраструктуре Ну, давай попробуем И мы попробовали И на удивление вилла начала работать и здесь в том числе Виллы на сегодняшний день в дефиците для аренды Поэтому она ему уже принесла, ну, наверное, за прошлый год где-то тысяч двадцать Но согласись, большинство людей, которые покупают здесь, все-таки вряд ли главной целью своей видят заработать на аренде Главная цель проживать постоянно И практически никто не сдает здесь недвижимость Редко кто сдает ее на некоторое время, именно на летние месяца, допустим, на июле-август Для того, чтобы этих денег хватило содержать весь остальной год Про инвестиции мы говорили много Но почему-то особенно активно обращались к этой теме именно в Ариуэлла Коста До моря отсюда всего лишь три километра Но для сдачи в аренду, наверное, это слабое место Ближе к морю это лучше Здесь, возможно, использовать жилье для собственного проживания и сдачи в аренду Ну, например, вы покупаете недвижимость И собственник приезжает сюда два-три раза в году А остальное время оно сдается Не будет так сдаваться, как Близкого моря Но, в принципе, использовать его для того, чтобы покрывать свои коммунальные расходы Этого достаточно И кто здесь покупает? Это русскоязычное жилье? Я скажу, нет Наш менталитет отечественный говорит о том, что я хочу купить недвижимость Близкого моря Чтобы было недалеко пешком идти Здесь в основном покупают шведы, норвеги, бельгийцы Люди, которые не любят жить возле моря Они живут подальше от цивилизации Обычно это их принцип И сюда они приезжают на машинах Потому что, когда туристы приезжают сюда Они всегда берут автомобиль в прокат Или покупают здесь свой Ну и раз уж мы говорим о финансовых перспективах Завершающей серии проекта Давайте посвятим именно им Подписывайтесь и комментируйте Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok